Это то, что находится за пределами И вот самоутверждение человека, его укоренение в бытии, оно нам дается извне, его нельзя свести к причинно-следственным отношениям Вот для лиминаса существенно, что есть имманентная история человечества И есть прорывы эскатологии, которые дают о себе знать именно вне бытийной обусловленности человеческого существования Мне кажется, что потусторонность, если говорить о жалости, с другой стороны, о человеческих надеждах Это не просто трансцендентное Есть трансцендентное, как запредельное по отношению к нашему опыту То, чего, опыта чего мы иметь не можем Вот в данном случае ведь идет о потустороннем О том, что мы ищем, на что мы уповаем С чем мы сносим, соотносим бытие людей здесь и теперь И вот в этом плане, мне кажется, потустороннее Ну, можно представить как эскатологическое, хотя, безусловно, это самый общий этот ответ Вот, мне кажется, что это возможно, но, ну, вот, в плане такой мыслительной процедуры, которая, в общем-то, где-то на грани философии и богословно, это главное Пожалуйста Пожалуйста Таким образом, прочитать или, да, прочитать? Можешь Виктор Иванович, я прошу прочитать, если можно, скажите о отношении вот к этим, допустим, замечательным, скажем так Либо, если вам удобно прочитать, если хотите А знаете, если можно, скажем так Да, сражаю Жалость — это инстинкт сострадания Сострадание — это действие Жалость — это сигнал действия сострадания Стартовая точка от чего-то любви Все то, что справа — это любовь, а слева — жалость Жалость — это пассивное сострадание Сострадание — это жалость, перешагнувшая точку пассивности Мы отрицаем не саму жалость, а предмет, вызвавший жалость Как вам? Что вы думаете по тем, чем? Ну, это мысль, а тема, тема Да, да Это мысль, а тема С тем, что жалость — это состояние пассивное Да, я согласен, я об этом поговорю С тем, что вот тут, мне кажется, имплицитно содержится представление о том, что Сострадание выше, чем жалость Это как бы осуществленная жалость Или жалость, которая перешагнула точку активности Вот, я бы их не субординировал, поскольку Бывает, то есть в мире реальных отношений с другими людьми Конечно, никакая жалость не может заменить деятельное сострадание другому И тем более деятельную помощь этому другому Это с одной стороны Но с другой, вот эта задержка, это препятствие, которое воздвигает на пути Нашего соучастия ситуацию, где мы испытываем жалость Она тоже может иметь в себе некоторый человеческий смысл Конечно, гораздо лучше было бы, чтобы мы могли помочь всем, кого нам жаль То есть, чтобы наша жалость сразу могла переходить в сострадание Но мы не всемогущие, не всегда это для человека возможно Не всегда это вообще возможно в физическом мире Вот, в этом отношении, конечно, жалость заменить сострадание не может Но вместе с тем, вот эта вот граница наших возможностей Которую мы ощущаем в самом болезненном, в самом важном для нас пункте Вот мы хотим помочь другому человеку, и не можем Вот, она тем более заставляет нас апеллировать Обращаться к такому измерению мира Где кто-то мог бы прийти на помощь этому человеку Где страдания этого другого человека были бы искуплены В этом плане жалость, мне кажется, вот имеет такой вот измерение Как опрещенность ввысь, вот, которая очень важна для человеческого развития Поскольку заставляет человека обретать опору в ком-то В уповании на Господа Или вообще в каких-то ценностях, в каких-то измерениях бытия Которые превосходят его земные возможности И метрику его земного существования То есть тут и сострадание важно, необходимо для человека И в то же время способность испытывать жалость Тоже важна сама по себе И я бы не говорил, что что-то из этого выше или менее важнее Или менее важно, чем другое Вот у человека есть и такая другая способность, мне так кажется Я хочу буквально секунду, мне кажется, что жалость это гражданное чувство сострадания Сострадание это реализованная жалость А жалость это первопричина, а сострадание это уже третье Ну, наверное, я бы с этим тоже согласился Во всяком случае с тем, что сострадание и жалость имеют какой-то общий корень И наверняка этот общий корень ближе к жалости, чем к состраданию Поскольку сострадание это форма эмузита Такого деятельного соучастия, соприсутствия, которое на чем-то основывается Вот может быть, то есть тут я бы вам не возражал, мне кажется Но слово инстинкт, тогда многое будет зависеть от того, как мы понимаем, что такое инстинкт Ну, это я уже подумаю, если это не могу, не думаю об этом Вячеславович, пожалуйста Вячеславович, я подумала о том, сколько в литературе, в художественной, есть ошибок слова сострадания И когда считают молодежь или кто-то, я помню, в юности вы считали роман, цвейка, нетерпение сердца Кто-то помнит эпига, что существует два вида сострадания Одно истинное сострадание, когда мы хочем помочь человеку А другое, когда мы хочем не видеть это все И это он назвал нетерпением сердца Вот я хотела как бы сказать о том, что иногда, вот видите, даже классика нас заводит в тупик Потому что я помню, когда я читала, мне было лет, может быть, 16-17 Мне очень нравилась эта цитата И я думала, вот, я теперь знаю, что существует два вида сострадания Но на самом деле, получается, что это, ну, в принципе, даже вот с философской точки зрения И это ошибки, правильно? Вы знаете, я не хотел бы ни в коем случае, чтобы Ну, какая-то версия, ну, вот, то, что я здесь, уважаю, как мне представляется соотношение жалости и сострадания И исключено другие попытки осмыслить связь между этими терминами Если, если иная попытка поставить их взаимосвязь, что-то в них освещает, что иначе остается в тени То, слава Богу, хорошо, что такая попытка есть Но, вот, мне кажется, что та мысль, эпиграфа «Нецветление сердца», которую вы привели, она, в общем-то, ничего То есть, она не развивает ни в какую сторону Она не то, что проявляет, она не развивает, не выявляет что-то новое В смысле, в смысле, понятие сострадания Наоборот, она, как бы, смотрит его к более тривиальным выражениям Поэтому, мне кажется, она, ну, я бы такую идею не разделял Но, еще, мне кажется, очень важно, чтобы и художественная литература, и философия, и этика, в том числе, и богословие Активно занимались, вот, освоением разного рода таких областей языка Вот, что у нас философия до сих пор, этика, я о ней могу увереннее говорить, поскольку я по специальности этика Все-таки имеет очень скудный лексикон Вот, а, действительно, вдуматься, углубиться, вот, в полноту значений, которые, вот, та или иная лексиема Он может приобрести в языке, вот, все-таки язык — это первоисточник всяких смыслов в этом разрушениях Что Хьюси еще в свое время говорит, ведь каждый грамматический оборот имеет бездну смысла, вот, в который очень важно поучительно вникать Вот, так что я был бы и буду рад существованию иных версий понимания, там, соотношения жалости со страдания, чем та, которую я сегодня пытался представить Для меня очевидно то, что вот, если так это рассматривать, то тут выявляется некоторый смысл Какое-то содержание, которое иначе остается в тени Действительно, жалость обращает человеку к факту его бессилия в помощи тем, кому мы хотели бы помочь Раз мы понимаем, что помочь им крайне необходима, а мы бессильны это сделать Вот, мы должны уплывать на помощь свыше Наш взор обращается куда-то, к чему-то, что превосходит нашу собственную индивидуальность Вот, так что, ну, безусловно, вот, вот, та связь, о которой сегодня говорили, со страданием и сорадованием Вот, я думаю, что тут можно тоже, очень интересно было бы проследить вот такое соотношение Вот, и наверняка вынимать анализ его, что ты нам бы открыл в смысловом отношении Всегда все-таки важны те смысловые приобретения, которые мы получаем, анализируя соотношение тех или иных терминов Сам по себе, вот, вот, соотношение терминов, так или понятий Это не сама цель, это просто средство навести, наверное Вот, вы говорили, в общем-то, многие соглашались с некой вот беспомощностью человеческой жалости Но, вот, есть интересные слова в Евангелии, по крайней мере, вот в русском тексте, где Можно понять, что Христос жалеет, но его, вот, скажем так, жалости на очень деятельное Это, например, когда он увидел людей и сказал, вот, жаль мне народа Они как овцы без пастыря Или жаль народу, что вот они голодные, их надо накормить, и он умножает хлебы И другой момент, когда он, спустившись с горы преображения, встречает отца, который просит Сжалься И всегда, вот, ответом на это, сжалься, есть действие, в общем-то, все исправляющее Это даже, это намного более, чем сострадание Вот, может быть, стоит переводить эти стихи иначе, среди этой темы, или как-то Ну, да, 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 да И, речь идет о жарости Божии Вот, и понимаем, что Для Божественной Любви Ниц Не существует Хотя вместе с тем, в первом случае, когда мы говорим о пожаре народа, все вот тут, ведь человеческое, которое проявляется в том, что Христос сполна ощущает смертность, и муки человеческие, может быть проявлено и в том, что ему, это не верно так, было не чуждо и человеческое понимание жалости. А как это совместить с его божественным всемогуществом? Вот, но это вопрос, наверное, богословский уже, вот, но, вот, если Иисус полностью воспринял природу человеческую, то была у него человечность, вот, свойственен ли был ему человеческий взгляд, вот, человеческая боль за мир? Наверняка, да. А если так, то он, очевидно, вот, держнем предположить, что у него и опыт того, что значит про человеческий жалеть. Вот как это сочеталось с его божественным всемогуществом. А человек, когда испытывает жалость, он обращается к Творцу, как иногда пишут, к другому, с большой буквы, который выше мудрее, который преграднее. Вот, вот, а для Иисуса, вот, разумеется, это внутреннее соотношение, но результаты в этом, я, так сказать, не, 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 не действительно, вот, есть проблемы. Вот как сочетается с жалостью, состраданием в образе, вложением. Спасибо.